Ну конечно же я не мог пройти мимо этой темы, потому что я человек, который родился и вырос в Екатеринбурге. Не просто вырос, я прожил здесь 30 лет. Естественно, мне не безразлично, что происходит в моем родном городе. Начинаем. А вопрос на повестке дня 1. Кто-то вдруг решил, что он вправе принимать решение вместо меня? Что он знает, как мне лучше. Он взял просто и розчерком операции и сейчас пытается забрать у меня право избирать управленца человека, который будет руководить моим городом. И этот кто-то решил, что мне будет хорошо, что я его не избирать теперь буду, управленца, да? А мне его будут приносить, назначать и говорить, вот он теперь самый главный. Он теперь будет рулить, он теперь будет говорить, что тебе делать. С какого перепугу? Кто это будет делать? Куйвышев? Кто такой Куйвышев? Кто его вообще знает? Я за Куйвышева не голосовал ни разу. Я вам больше скажу. За Куйвышева проголосовало на последних выборах в сентябре 2017 года 8% от общего числа избирателей в Екатеринбурге. 8% избирателей. В абсолютных цифрах это около 100 тысяч человек. Если вычесть оттуда всех дрессированных собачек Куйвышева, всех его шестерок, всех его прихвостней, подлизывателей и так далее, и того меньше. Слушайте, господин Куйвышев, у меня подписчиков на одном только Ютубе больше, чем народу проголосовало за вас в Екатеринбурге, но я не хожу и не назначаю здесь мэра. А кто вам такое право дал? Вы вообще кто? Кто вас знает? Вот я 18 лет журналистик, я понятия не имею, кто такой Куйвышев. Я думаю, если мы запустим опрос где-то в соцсетях, не каждый свердловчанин, не каждый житель Екатеринбурга, не каждый житель Свердловской области назовет фамилию своего губернатора, вспомнит, может быть, Ростеля, может быть, даже того же Мишарина, вас кто-то вспомнит вряд ли. Ну, если вспомнит, то как раз те самые 8%, так кто вам давал право ходить и порядки свои наводить? Человек, который приехал сюда, откуда-то из Тюменской области, я здесь родился, я здесь вырос, я знаю каждый закуток, каждый закоулок, каждую подворотню, я знаю об этом городе, ну, если не все, но достаточно. Это мой город, это мой дом. Какой-то Куйвышев сейчас что-то будет решать. Слушайте, с какого перепугу, повторюсь, еще раз. Это, знаете, вот если объяснить на пальцах, ситуация выглядит следующим образом. То есть, грубо говоря, есть у вас лестничная клетка, да, она общая. И на лестничной клетке, ну, в разных многоэтажках по-разному, да, ну, вот у меня на лестничной клетке 4 квартиры. Есть там такой закуток, сейчас вы увидите, да, видео. Есть там такой закуток, где находится мусоропровод несколько квадратных метров. Вот однажды утром вы выходите из своей квартиры и с удивлением обнаруживаете, что какой-то умный Ваня, умный сосед взял, да и поставил там железную дверь и повесил туда замок. Никого при этом не спросил. Ни меня, ни кого-то еще и соседей. Он просто принял такое решение. Вот кому это понравится? Я думаю, процентов 90 народу скажут, нет, слушай, это что-то не то, надо было, ну, хотя бы меня спросить. Вот я хочу, чтобы меня точно так же спрашивали. Прежде чем вы принимаете решение отменить выборы мэра или не отменить, вы спросите меня. И вообще, это нормальная процедура. Это во всем мире так делается. Вы придите, полтора миллиона человек, вы придите и спросите у них. Выдвините свою кандидатуру какую-то, кого-либо. И мы все, пусть этот кандидат что-то нам расскажет, и мы все дружно в сентябре придем и либо поддержим вашего кандидата, либо не поддержим. Вот это будет честно. А когда меня не спрашивают, извините, меня это раздражает. Вот что мне понравилось, да, что вчера, вчера на этом митинге были разные люди разных политических взглядов, но практически все они говорили об одном и том же. Мы хотим выбирать, и я недаром назвал эту программу вот так. Это мой город. Я хочу здесь принимать решение сам. Я. У меня есть такое право. Нас так все забрали. Господа, те, кто не пришли вчера на этот митинг, очень жаль, что вы не пришли. Там, да, там было, ну, несколько тысяч человек было, может быть, тысячи три, может быть, тысяч пять. Я не скажу, потому что я в этом не особо ориентируюсь, но люди были. Вот, очень, ну, может быть, неизвестно. Не пришли кое-кто там по причине того, что это был понедельник, рабочий день. Вот мне очень хочется надеяться, но в то же время я понимаю, что есть еще и огромное количество равнодушных людей. Ребят, мы не имеем права в данной ситуации быть равнодушными, потому что у нас и так все забрали. У нас уже ничего не осталось. У нас уже нет никаких прав. У нас остались одни обязанности. Мы обязаны улыбаться и махать, мы обязаны кивать, мы обязаны хлопать в ладоши. Мы же как в Северной Корее живем. Мы все, мы обязаны поддерживать линию, там, партии. И не дай бог ничего плохо об этой партии не говорить, при том, что у нас вроде бы демократия, у нас многопартийная система, но при этом линия партии у нас одна, и мы обязаны, мы вот с вами киваем, киваем. Я не хочу кивать. Я не хочу, чтобы было как в Кемерово, да, где произошла трагедия, а при этом стоят какие-то клоуны и рассказывают на всю страну, что да, эти дети принесли свои жизни в жертву, чтобы мы объединились вокруг нашего национального лидера, что-то за бред сумасшедшим. Эти ангелы, которые пожертвовали сегодня своей жизнью, вы должны понимать, что они должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна. Я не хочу, чтобы в моем городе было то же самое. Я не хочу, чтобы вы разворовывали, растаскивали. Я хочу, чтобы в моем городе меня спросили, прежде чем что-то решать. Избранный, я сейчас хочу повторить, избранный лучше назначенного, даже если это один и тот же человек. И объяснение очень простое. Избранный зависит от людей. А назначение зависит от своего начальника. Вот, кстати, вот там на митинге был вот такой вот интересный момент. Я сам об этом даже не задумался, но когда я услышал господина Волкова, при всем моем неоднозначном отношении к господину Волкову, он сказал реально правильные слова. Как зовут мэра Ексенбурга сейчас? Евгений! Все правильно. А кто был мэром Ексенбурга 10 лет назад? Чердец! А кто был мэром Ексенбурга в 2012 году? Есть и знатоки среди нас, но голосов было явно гораздо меньше. Честное слово, ребят, вот браво, браво автору, потому что я сам в тот момент задумался, а действительно, я ведь и правда не знаю, кто был главой моего города между Ройзманом и Чернецким. Это определенный промежуток, это несколько лет, кто-то же им руководил, а я об этом не знаю. Я журналист даже не знаю об этом. А уж простые, смертные тем более. Оказывается, да, был какой-то Порунов, какой-то Порунов, никто знать не знает, кто это такой Порунов, но я вам расскажу, потому что я, когда еще работал в Екатеринбургских СМИ, я с этим человеком сталкивался. Он тогда еще был депутатом областной думы, потом его назначили председателем этой областной думы. Почему? Его как разменную монету поставили, как некий такой буфер, потому что в те времена, я думаю, многие помнят, это где-то начало, конец 90-х, начало 2000-х, когда еще мэров выбирали по-настоящему, когда еще губернаторов избирали по-настоящему. Ну, во всех регионах была такая история, ну или почти во всех, да, когда глава региона, губернатор и мэр областного центра главного города в этом регионе, они друг другу противостояли, они пытались перетянуть одеяло на себя. Вот, и это было связано в силу разных каких-то моментов, потому что, ну, каждый хотел показать, что он важнее, что он главнее. Потом, ну, конечно, они там делили сферы влияния и бла-бла-бла. И это, в общем, было неплохо на самом деле, потому что каждый из них, пытаясь там, пока они мерились, грубо говоря, половыми органами, они, конечно же, хотели понравиться избирателям, конечно же, хотели понравиться, каждый из них понравится электорату, и они для этих избирателей, они для этих горожан что-то делали. И тогда мы наблюдали, что в результате вот этого противостояния губернатор-мэр в городе встроились какие-то дороги, появлялись новые детские сады, больницы, что-то еще. То есть нам кидали какую-то косточку, условно говоря, для того, чтобы мы там заняли сторону одного или другого. И это хорошо, вот это было здорово. По крайней мере, они там дерутся, а мы хоть что-то с этого получаем. Вот Порунов, да, который был в конечном итоге, которого назначили главой Екатеринбурга, он был такой, знаете, вот сегодня его тут покормили, он у одного возле ноги сидит, завтра его там покормили, он у другого, у его оппонента у ноги сидит. Такой, знаете, ни рыба, ни мясо. Вот я вам покажу сейчас его фотографию. Видите, он даже выглядит-то как теленок, но он, собственно, такой был му. Поэтому о нем никто не помнит. И я не хочу еще одного такого же мэра. Как вам кажется, почему депутаты Городомы поддерживают этот законопроект? Я не видел ни одного депутата Городской Думы, который бы поддержал этот законопроект. Это политическое самоубийство, когда 95% жителей города за сохранение прямых выборов, и никто из них не станет поддерживать никогда. Без каких-то общественных слушаний принимать такой законопроект? Это очень нехорошо. На самом деле, это неуважительное отношение к жителям Екатеринбурга. И вот это и задевает всех. Этот митинг – это вопрос человеческого достоинства. А какие будут ваши действия, если этот законопроект все-таки примут? Вообще, надо, конечно, требовать областного референдума. Ну, теперь, что касается Ройзмана. Вы все прекрасно знаете, да, что мое неоднозначное отношение к этому человеку. Я далеко не совсем согласен, что он делает, этот человек, там, особенно в плане каких-то политических его решений. Но ключевое слово здесь другое – он делает. Именно поэтому в 2013 году я пошел и проголосовал за этого Ройзмана. И в 2018 году, если, дай бог, он выдвинет свою кандидатуру, я тоже пойду и проголосую за этого Ройзмана. Повторюсь, мне не все и не всегда нравится, что он делает. Даже очень многое не нравится, но, тем не менее, он делает. Он человек дела, он человек действия. А я таких людей уважаю. Для меня это важно. Вот расскажу вам одну историю. Это случилось много лет назад. Я еще тогда жил в Екатеринбурге, мы снимали квартиру с моей бывшей супругой. И мы снимали ее в таком не очень благополучном районе, скажем так. И у нас в подъезде постоянно тусили какие-то наркоманы. 5, 10, 15 человек каждый божий день. Вот этих торчков там было немерено. Все жители увыли. Мы уже не знали, куда, к кому идти. Мы жаловались в милицию. Приходили милиционеры, выгоняли этих наркоманов. Проходил час, два, три. И они снова там появлялись. Вот. И милиция разводила руками. Говорили, ну, ребят, ну, мы что там, пост у вас в подъезде, что ли, поставим. По этой причине там треть квартир просто пустовала. Люди съезжали. Люди боялись. Ну, потому что, ну, страшно. Ты заходишь. Мне жена там сколько раз звонила. Я там, например, на эфире. Она звонит и говорит, Саш, я боюсь. Я стою возле подъезда. Там опять полный подъезд этих упырей. Я просто боюсь заходить в подъезд. И вот она либо дожидалась меня на улице, либо я срывался и ехал, чтобы ее довести до квартиры. То есть, ну, это действительно был какой-то кошмар. А однажды на первом этаже нашего подъезда появилась просто записка на тетрадном листочке. Даже на обрывке тетрадного листочка написано рукой, вот от руки, шариковой ручкой. Написано там было буквально следующее. Наркоманы, если вы будете колоться в этом подъезде, я вам переломаю руки и ноги. Подпись Ройзман. Ребят, как сдуло. Они больше никогда в жизни там не появлялись. Вот и все. И вот для меня, понимаете, вот эта история показательна. Пусть как бы я к нему не относился, повторюсь, это человек действия. А я уважаю людей действия. Я уважаю людей дела. Я уважаю тех, кто что-то делает. Да, может быть, я их и критикую. Но я считаю, что власть надо критиковать, чтобы она нас слышала. Я это делаю не со зла. И сколько раз я обращал внимание, когда человека начинают критиковать, не обязательно я, а кто угодно. Начинают критиковать, он хочешь не хочешь, он прислушивается. Особенно если человек дела, он начинает что-то, да любого из нас давайте возьмем. Меня вы начинаете критиковать, говорить, вот надо вот это, вот это, вот это поменять. Я ведь к вам прислушиваюсь, я меняю, я там пересматриваю, может быть, свое отношение к тем или иным вопросам. Это нормально. Поэтому критика это нормально. А для меня, повторюсь, этот человек делает именно поэтому я очень хочу, чтобы он остался мэром моего города. Еще раз повторюсь. Ребят, я не считаю себя скотиной. Я не хочу быть рабом. Я не крепостной. Я свободный человек, который живет в как будто бы свободной стране. Я хочу у себя дома принимать решения сам. Я не хочу кого-то спрашивать. Причем было бы кого спрашивать, понимаете, если бы у того же Куйвышева была реальная поддержка, там, 90% хотя бы, да, и он бы сказал, да, ну, раз меня поддерживают 90% населения, реально поддерживают, то я, наверное, вправе назначать кого-то здесь. Но у него нет такой поддержки, он никто, повторюсь, и звать его никак, он 8% губернатор, за которого проголосовало народу меньше, чем у меня подписчиков. С какого хрена он будет тут что-то решать? С какого перепугу? Это мой город. Это мой дом. И уж в своем доме, вы извините, но мы как-нибудь сами разберемся. Оставьте нам это право. И не то, что... Я не прошу сейчас, я требую. Это право должно остаться. И если вдруг нас этого права лишат, я, например, буду очень внимательно следить за этой темой, если вдруг нас этого права лишать, лишат, я сделаю все, чтобы 9 сентября, в день выборов, ну, как будто бы выборов, да, собрать по максимуму своих сторонников, сторонников каких-то своих коллег, каких-то знакомых политиков. Я выйду, встану возле этого обл. избиркома и устрою там какое-нибудь шоу. Гадкое, омерзительное, и все это буду транслировать. Я не знаю, я придумаю, что я сделаю, но я точно не буду сидеть сложа руки. Там мой город, это мой дом. Здесь живут мои родные, здесь живут мои друзья, здесь живут мои близкие, здесь, в конце концов, мои дед и отец похоронены. И у себя дома я хочу принимать решение сам. Я не хочу, чтобы кто-то что-то там решал за меня. Хотите, вот, все, что я знаю про того же Куйвышева, например, да, я отключаю местное областное телевидение, мне рассказывают там в течение получаса по вечерам, какой он прекрасный парень. В принципе, я, знаете, не знаю, чем он занимается на самом деле, хотя я мотаюсь по городу, где-то бываю, я его ни разу нигде не видел. Вот, ну, назначай мэра у себя на областном телевидении. Ко мне в город, ко мне в дом не лезь. Пошел вон из моего дома. Как-то так. Это была реальная журналистика, все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok